Римлянам 13.1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьи установления, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. И третий стих. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Хорошо нам знать Божье установление и Божий институт власти. Часто мы можем не видеть Божий промысел, но он есть. Установленные Богом институты – это свободная воля человека. Далее идет брак, семья и национальная этика. Интересно, что Израиль захотел царя. Бог не хотел, чтобы у них был царь, но дал им то, что они хотели. У них не было хороших взаимоотношений с Богом. Они недостаточно хорошо Его знали, чтобы довериться Ему, чтобы Он вел их и наставлял. Они пожелали человека, которого они могут видеть и осязать. Они желали, чтобы Моисей, духовный лидер, приближался к Богу. А они не делали этого. Они не хотели быть ответственными в своих личных взаимоотношениях с Богом. Бог дал Израилю царя в то время, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Судьи 16. К сожалению, Бог иногда использует лидера, чтобы дисциплинировать Свой народ. Когда Израиль жил во грехе и восставал, Бог ставил над ними такого царя, через которого Он проводил воспитание Своего народа. У Израиля и Иуды было 39 царей. Из них было только 5 или 6 благочестивых царей. О народных лидерах нет хорошей информации в Библии. После исхода из Египта Бог решил вести их Сам. Но это было отвергнуто. В наше время Бог решил, что все власти будут под Его управлением. Всякий ли человек от Него? Конечно, нет. Потому что беззаконные, жадные, нечестивые люди берут власть в свои руки. Нужно ли нам быть в подчинении таких людей? К сожалению, да. Но до тех пор, пока они не препятствуют нам поклоняться к Богу. Существует очень мало причин для революции. Произошла революция в Америке против Британии из-за неповерных налогов. Когда это продолжалось долгое время, у людей появилось право избавиться от такого правительства. Когда лидер говорит нам, что мы не можем поклоняться Богу и дает нам свое направление, мы не подчиняемся этому лидеру из-за деяния 5 глава 29 стих. Мы более подчиняемся Богу, нежели людям. Мы должны ходить каждый день на работу, исполнять наши ежедневные задания и доверять Богу, подчиняясь даже плохой власти, если только это не касается напрямую нашей веры. Всякая душа добудет покорно высшим властям. Бог всегда разделял религию и власти. Он избирал священника из колена Ливиина, а царя – из колена Иудина. Только у Иисуса есть эти два офиса – священника и царя. Захария 6.13 В других случаях Бог отделил религию от властей. Хотя они должны дополнять друг друга, они были отделены. Мы начали изучать историю Римской империи. Надеюсь, вы понимаете ценность римской истории, потому что мы изучаем Божий институт власти, могущественной Римской империи. Надеюсь, что вы внимательно относитесь к истории. И вы не из тех, кто пренебрегает ей. Надеюсь, что вы студенты истории и любите историю. Мы видим, как определенные вещи повторяются в истории народов. А Римская империя – очень хороший образец для обучения, начиная от ее восстания и падения. В римлянам 13.1 используется слово «душа». Часто Библия говорит, погибло в сражении столько-то душ. Почему? Потому что душа представляет индивидуальность человека. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Каждая. «Будет покорна высшим властям». Это не значит, что мы лишаемся своей индивидуальности. Мы будем обучать учению индивидуальности души. Мы не теряем свою индивидуальность. Вот что происходит, когда поврежден ум человека. Я абсолютно уверен, что если кто-то выйдет на сцену мира развлечений, где заправляет дьявол с определенного рода музыкой, которая еще более разрушительна, чем музыка Битлз или музыка Элвиса Пресли, поврежденный ум сразу же подхватит это, включая все либеральные газеты, каналы и радиопрограммы. Почему так? Потому что это распродажа индивидуальности. Они думают, что они приобретают права индивидуальности в своей жизни через восстание и противостояние властям. Они сжигают американские флаги, плюя на них, как сделал Клинтон в 1968 году в Лондоне над флагом России и Югославии. Когда происходят такие вещи, люди думают, что они проявляют на опыте индивидуальность, но это не так. Когда человек делает, что хочет, он продает свою индивидуальность. Это значит, что у него нет никакой индивидуальности. Таков результат поврежденного ума. Сегодня, в соревновании одного канала телевидения с другим, в представлении информации, мы не должны позволить поврежденному уму повлиять на нашу индивидуальность. Мы должны изучать и молиться своей индивидуальности, чтобы прийти к личным убеждениям. К сожалению, это происходит очень редко. Многие люди продают свою индивидуальность поврежденному уму. Это значит, что они лишаются своей индивидуальности, подключаясь к движению и восставая под власть настроения определенного лидера, чтобы следовать этой группе. Следующее. Индивидуальность не должна быть агрессивной и самоутверждающейся. Она не должна быть агрессивной и самоутверждающейся. Она должна быть духовно, очень внимательна и очень чувствительна к истине. Она должна быть духовно, очень внимательна и очень чувствительна к истине. Индивидуальность с поврежденным умом постоянно хватается за что-то новое под солнцем, чтобы стимулировать и поддерживать свою способность жить под влиянием других. Таков план сатаны. Он желает, чтобы в каждой группе был восстающий и влиятельный человек, который будет вести всех остальных в поврежденном уме. Например, в школе. В школе определенный человек начинает позиционировать себя как лидера. Они надменны, они восстают. В нашей школе есть такие люди. Они живут аморальной жизнью в свои молодые годы и пытаются привлечь других в свою группу, чтобы они вместе отстаивали свои права. В такую группу приходят люди, у которых нет никакой индивидуальности. У их лидеров также отсутствует индивидуальность, потому что они ведомы духом космической системы этого мира и дьяволом. Истинная индивидуальность всегда начинается с осознания Бога Творца и Бога Искупителя. Еще раз. Истинная индивидуальность всегда начинается с осознания Бога Творца и Бога Искупителя. Только после этого к человеку приходит его индивидуальность. Когда люди говорят об индивидуальности людей, они не имеют ни малейшего представления об учении индивидуальности. Индивидуальность человека означает, что вы находитесь под властью Бога. Вы осознаете Его как Творца, как Того, кто утвердил власти на земле. Вы осознаете Его как Того, у Которого последнее слово. Вы подчинены Богу навсегда и никогда не вырастите из этого положения. После этого у вас появляется способность принимать учения Библии по категориям. вы начинаете исполняться Духом Святым и Божья воля становится первостепенной в вашей жизни. Такое развитие индивидуальности человеческой души. Мы должны занимать большее место и роль в обществе. Когда Библия говорит «Всякая душа да будет покорна высшим властям», это значит, что мы принимаем лидирующую или мы занимаем лидирующую позицию в этом. Это не значит, что мы продаем свою индивидуальность. Мы остаемся духовно внимательными и ответственными. Мы занимаем большую часть или большую область в жизни общества в отношении порядка, продуктивности и результата и результата всего этого, и он не заставит ждать. Когда человек входит в процесс индивидуализации, тогда мы начинаем возрастать в благодати и познании Иисуса Христа. Первое, мы должны понять, что восстание означает тире нет никаких сдерживающих факторов в жизни человека следовании похоти и греховной природы. Это ложная индивидуальность. Истинная индивидуальность начинается с «Не я, но Христос». Они никогда не обучают вас этому принципу, когда говорят о независимости. Эти лидеры уже выросли из внимательного отношения к Богу, к Писанию. Они не будут обучать вас, что настоящая индивидуальность начинается первое «Я сораспялся Христу». Галатам 2 глава 19 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу, то живу веру в Сына Божьего». Отсюда начинается истинная индивидуальность. Второе «Истинная индивидуальность» «Я беру свой крест ежедневно, я практикую Галатам 2.20 ежедневно в силе Духа Святого и точного Слова Божьего». Это прогрессивная индивидуализация в истине. Третье «Истинная индивидуальность» «Всегда индивидуальность в благодати, в процессе благодати». Часто в наши дни мы слышим слова «исключительности» от псевдоинтеллектуалов в христианском сообществе. Они используют эти слова, чтобы исключить других из их элиты. Они говорят такие слова, как «Я достиг духовной автономии» или «Наше собрание очень зрелое собрание» или «Мы стали взрослыми в нашем собрании». Цель таких заявлений – принизить другие собрания святых и превознести свое. Такая духовная автономия не начинается со слов «Теперь не я живу, но Христос во мне». Она начинается со слова «Я». «Я достиг, у меня есть познание, у меня есть учение». Это не истинная индивидуальность. Это ложный процесс индивидуализации души. Духовная автономия, когда я живу на практике в притче 3, 5, 6, это настоящая духовная автономия. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твоим. Когда я полностью полагаюсь на Бога и не полагаюсь на себя, это духовная автономия. Я даже близко не нахожу такие слова в их материалах. Они думают, что у них есть что-то. Они выставляют себя на показ, но на самом деле они заблуждаются с самого начала. Духовная автономия это не я, отделяющий себя от церкви, от пастора, учителя. Это восстание, это жизнь без всяких границ. Это не индивидуальность души в Боге. Это индивидуальность в Адаме. Эти люди используют псевдоучения и получают свою индивидуальность от Адама, что ведет их к тому, чтобы делать то, что справедливо в их глазах, и к чему ведет их жесткое сердце. Духовная автономия Галатам 2.20 И это истинная индивидуальность души. Лука 9.23 Ежедневный процесс индивидуализации. В индивидуализации души в процессе благодати мы восстанавливаемся после падения и переходим в зрелость. Зрелость это когда мудрость и познание о Боге стабилизирует нашу душу Исайя 33 6. Мудрость это применение того, чему обучает Дух Святой. Знание или разумение «Я знаю, что применять». Вы приобретаете знание Духа Святого и вы знаете, как применить их. Такова зрелость в любой ситуации в благодати Божией. В этом случае мы входим в принцип духовно взрослых людей. Когда индивидуальность души продолжает возрастать в благодати и познании Иисуса Христа, мы становимся духовно взрослыми. эти псевдоинтеллектуалы много говорят о духовно взрослом состоянии, но они не обучают тому, что все водимы Духом Божьим взрослые сыны. Это не текнон «малые дети» на греческом, но «уйгос» «взрослые дети» Римлянам 8.14 «Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Все водимые Духом Божьим взрослые дети, которые не приняли Духа рабства, потому что вы не приняли Духа рабства, 15 стих, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отча, и сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьей. Такие верующие взрослые верующие. Они ведомы Словом Божьим в Салом 118-133. Их шаги направляются Иисусом Христом в Салом 36-23. Они ведомы Духом Святым в благодати и в индивидуальности их души. Такие верующие возрастают и испытывают на опыте положения взрослых детей. Мы говорим сейчас о принципах индивидуальности души в противовес непониманию этого учения со стороны псевдоинтеллектуалов. Индивидуальность это не независимость от властей, но это подчинение в процессе благодати высшим властям для получения блага. индивидуальность это не восстание против родителей. Индивидуальность это не надмение в знаниях переданных Богом, но смиренное отношение в мудрости, в познании, в способности жизни благодати. Господь сказал «Возлюби Господа Бога Своего всем сердцем, Твоим всею душою Твоею, всем разумением Твоим и всею крепостью Твоей и возлюби ближнего Своего как самого себя». Это еще одно невероятное явление индивидуальности души в Божьем Царстве благодати. Такой человек сконцентрирован на Боге и на Божьей любви, потому что он исполнен Духом и ходит в любви. Он не надменен, он не страдает от 26 видов гордости, он не осквернен своей совести в ее восьми аспектах, он не превозносит себя в пяти частях своей души. Когда он поклоняется и славит Бога, он понимает принцип возлюбия своего ближнего как самого себя. Только Бог знает, кто из нас желает прощения после того, как согрешит. желание прощения когда они страдают. Конечно, вы получаете прощение. Любить ближнего своего как самого себя значит молиться за его прощение так же, как и за свое прощение. Чтобы правильно преподавать Слово Божье, я должен сказать Богу Господи дай мне слово необходимое собранию. Замечательно. Также я говорю Господи дай Твоему собранию то, что необходимо для их повседневной жизни. И молюсь с тем же желанием. Когда дело касается силы, вы молитесь, чтобы у вас была сила и также у вашего ближнего. Когда дело касается исцеления, то же самое. Когда дело касается финансов, мы молимся такой же молитвой за своего ближнего, как за самого себя. Вот что значит возлюбить ближнего, как самого себя. Вы желаете того же ближнего своему, что желаете и себе. давайте будем очень реальны. У верующих бывают только всплески такого отношения, но нет такой жизни. Знаете почему? Потому что они никогда не испытывали на опыте процесс индивидуализации своей души в Божьем владычестве и благодати. Их душа не была освобождена через результат креста Голгофы и ежедневное несение креста. Когда наступает духовная автономия, духовная зрелость и духовное взросление, это замечательно. Такой человек, хотя он даже может и не знать этого, становится участником группы, которая квалифицируется как соль земли и свет миру. Такая группа людей останавливает суд над грешным народом на долгое время, в которое очень много людей спасается. Бог обращается к каждой душе ко всякой душе. Поэтому мы обучаем сегодня учению индивидуализации. Недавно я прочитал в газете об эмоциональных религиозных движениях, которые существуют сегодня. Кстати, я не верю в то, что пишут в газетах о чем-то или о ком-то. Таково мое правило. Но я прочитал что-то, о чем знаю, что это истина. В одной церкви пастор сказал, что в одном ребенке, который посещает собрание, есть демоны. Знаете, эти люди видят демонов везде. Человек хочет переехать в другой город, а они говорят ему, что у него нет права переехать. Это настоящий культ. Это называется лишением человека своей индивидуальности. И чтобы принимать решение перед Богом как индивидуум. Неважно, прав человек или нет, его нельзя судить, нельзя унижать. Никто не должен отнимать у человека право быть ведомым Богом, даже если он поступает неправильно. Вы понимаете, пастор может попросить его быть внимательным в отношении каких-либо вещей, но не может вмешиваться в его решение. У него есть индивидуальность и право стоять или падать перед Богом. Мы говорили вам об истории возникновения незнакомых языков. Такие движения наносят раны людям, наносят людям вред и манипулируют людьми. они пытаются воспрепятствовать истинному процессу индивидуальности. Это очень печально, потому что раненый человек будет воспринимать в штыки все, что говорит любой пастор. Они видят угрозу в каждом проповеднике, даже если он проповедует простую проповедь из Слова Божьего. Все из-за того, что эти люди были ранены, все из-за того, что эти люди были ранены в этих эмоциональных группах людей. Да, они делают и хорошие вещи, например, помогают пожилым людям с продуктами, но они пытаются быть Богом для своего собрания. Это должен знать всякий пастор. когда пастор начинает играть роль Бога в собрании, он начинает копировать все то, что делает мир в поврежденном уме. Скажем это еще раз, когда пастор начинает играть роль Бога в собрании, он начинает копировать все то, что делает мир в поврежденном уме. Они думают, что они продвинулись в музыкальном служении, когда приняли тяжелый рок в церковь. Они думают, что они по-настоящему преуспели в свободе выражения себя, но они просто попали под влияние духа восстания и правительства беззакония, которое украло у них индивидуальность. Они просто поддались стадному менталитету. Когда пастор становится волеизъявлением для всего собрания, и только он правит и делает и говорит. Столько пасторов встает за кафедру в незащищенности в недопонимании офиса пастора и начинает контролировать жизни людей. Да, слово Божье должно обличать. Да, у пастора есть право использовать такое слово, но никогда кафедра не должна нарушать индивидуальные права людей. Я не буду подходить к людям и говорить, у вас то и то в вашем браке. Если они попросят совета, другое дело, я скажу им, что я думаю. Также кафедра может касаться определенных вещей, не переходя на личности. Но мы не должны забывать, что всякий верующий стоит или падает, находится перед Богом в своем браке. Я не нахожусь на их месте, у меня нет их эмоционального состояния и субъективности ума, поэтому я не буду вторгаться в их личную жизнь. Я буду касаться вещей через учение о браке. Я буду для них там, чтобы дать совет, если это будет для них необходимо, но не буду вторгаться в их личную жизнь. Вы понимаете это? Это очень важно для церкви, потому что, если мы падаем, мы должны обучиться возрастать в позиции, где Иисус Христос, Иисус Христос наш Господь. Я не живу в независимости, в восстании, но под руководством Иисуса Христа. Знаете, что такое духовная зрелость, духовное взросление, духовная автономия? Это когда я живу всяким Словом Божьим и восстанавливаюсь после падения. Я не отхожу от Слова Божьего, чтобы исполнять свои тайные желания вне Креста и использовать учения о личной жизни, чтобы никто не вмешивался в мою жизнь во грехе. Я не говорю так. Я вырос из этого уже. Мы с тобой не на одном уровне. О, мы уверены, что ты на своем уровне перед Богом, и я прошу тебя не касаться нашего уровня. Последние 12 лет я наблюдаю невероятный рост такого рода надменного христианства в Америке, которое распространяется как огонь. живущие эмоциональным взрывом или жаждущие эмоциональных взрывов собираются вокруг таких учителей, которые обучают духовной зрелости, духовной автономии и духовной взрослой жизни. они не признают никакие другие церкви, думая, что они самые продвинутые верующие во всем мире. Они думают, что Бог так гордится ими. Мне всегда интересно, как вообще действовал Бог до того, как родились их лидеры. Если все христианство действовало неправильно до их рождения, что же делал Бог во все это время? Думаю, что Бог известен в инструментах, как и кого использовать. Он использовал разные динаминации, потому что в свое время их сердца были открыты перед Ним, и Он мог говорить с ними. Они все были несовершенными, но они были послушны Ему, и Бог использовал их. Ни в коем случае не идите на поводу у этих новых в кавычках эмоциональных движений, которые говорят «Я взрослый верующий». Говоря так, они имеют в виду, что «Вы нет» или «Я достиг духовной автономии, а ты нет». «Я духовно зрелый верующий, а ты нет». Они не делают ничего, чтобы выигрывать души. У них в кармане несколько трактатов для того, чтобы их совесть была спокойная. Это для них система дел. Они не делают ничего в усилении молитвенной жизни, потому что это для них система дел. Все, что относится к духовным вещам, они определяют как дела. Они думают о себе, что они невидимые герои, которые сдерживают суд Божий над страной, но по моему мнению это далеко от истины. Эта группа людей наоборот ускоряет время суда Божьего, потому что они только используют вокабуляр христианской зрелости, но живут жизнью, которая не являет природу Бога. Это слова без жизни. Они обучают истине без явления сердца истины. Говоря, что они обучают истине, я делаю им чрезмерный комплимент, потому что они стоят очень далеко от истины. А вы студенты библейского института должны понимать, что это движение набирает обороты и становится огромным. Вы должны четко различать это, потому что вы возрастающие, зрелые, верующие, которые знают истину. Вы говорите, духовная автономия начинается с Галатом 2 глава 19-20, затем переходит Лука 9-23, продолжает Колоссянам 3-16 и Эфесянам 5-18, что приводит к тому, что вы любите Бога, любите самого себя и своего ближнего, как самого себя. Именно такое определение духовной автономии, духовному взрослению и духовной зрелости. Мы уже охарактеризовали лжесистему индивидуальности, исходящую из поврежденного ума. Это просто система восстания и противостояния властям, которые поставлены Богом. Мы видим, что так происходит в каждом большом городе сегодня. И это печально. Даниила 7-7 говорит о Римской империи. Рим начался с небольшой деревни, которая стояла на возвышенности у реки Тибор. Затем она превратилась в город, потом в страну, а затем в Великую империю. В 264 году до Рождества Христова результатом карфагенских войн была гибель одного миллиона человек. С 264 года по 145 они одержали победу над Карфагеном, над Египтом, над Македонией и Осирией. И назвали себя это английские слова С П О Р Сенат, что означает Сенат и люди Рима. В этот период многие из богатых людей были убиты и большинство состояло из среднего класса и низшего класса. В любом сообществе средний класс составляет основу общества и без среднего класса общество не будет развиваться. 146 год до Рождества Христова средний класс занял лидирующие позиции и произошла стабилизация общества. Когда средний класс функционирует должным образом и не перегружен налоговыми сборами, тогда он может ввести сообщество в национальной этике к большому экономическому прорыву. Если вы поставите средний класс в затруднительное положение через чрезмерное налогообложение, вы лишаете все сообщество всякой возможности экономического развития. Конечно, нужно платить налоги, но они должны быть соответствующие. После карфагенских войн образовалась огромная толпа обнищавших людей, которая была очень опасна, и хвост начал управлять собакой. Римляне по своей структуре были капиталистами, но перешли к дуализму. Переход к дуализму характеризуется переходом к социализму, имея только форму капиталистической системы. Средний класс всегда стабилизирует страну, когда оперирует в свободной рыночной экономике. Сейчас все перешло к дуализму и социализму. Этим заняты либералы в этой стране. И толпы бедных людей начинают руководить страной. Кто же должен содержать эту толпу? Средний класс в системе социализма. до тех пор, пока средний класс будет в состоянии платить налоги и кормить толпу, страна будет на плаву. Видите ли вы альтернативу в этой стране? А как насчет других стран? Когда средний класс достигает состояния, когда он может платить по счетам, когда он не может платить по счетам, когда чрезмерно обременен налогами, валюта начинает разрушаться. Когда Александр Великий одержал победу над Персией, у него было 200 миллиардов долларов золоте, которые он вложил в мировую экономику. Римляне променяли это золото на всякие роскошные товары из Индии и Китая, что привело к тому, что за деньгами уже не стояло обеспечение золотом. Вы понимаете, что происходит сейчас? В конце концов, толпа и социализм через экономический кризис разрушила Рим. Рим был бы разрушен еще быстрее, если бы не христиане, у которых было библейское учение по этому поводу. С 96 по 192 год по Рождеству Христову произошел упадок Рима. Толпа никогда не должна управлять. Мы все за основные права человека, но когда правительство начинает прогибаться перед толпой и социализмом, перед их требованием своих прав, это приводит к разрушению страны. Я за права людей, но когда это достигает экстремальных размеров, когда у геев и лесберянок больше власти, чем у верующих, когда у ратующих за аборты больше прав, чем у кого-либо другого, меньшинство диктует, что мы не можем уволить человека с работы, потому что это будет дискриминация, есть люди в нашем собрании, которые сталкиваются с этим постоянно на своей работе. Юлий Цезарь, победитель военной кампании, был высшим диктатором Рима с 28 июля 46-го до Рождества Христова до 15 марта 44-го года до Рождества Христова, когда его убили. Иисус Христос пришел на землю, когда наступила полнота времени. В это время религия и мораль находились на грани упадка. Когда родился Христос, императором был август. Затем к власти пришел Тиберий. Впоследствии через десятилетия Рим возглавил Нейрон. Все начиналось хорошо, но закончилось тем, что восстал наихудший лидер, который забавлял римлян тем, что предавал на смерть верующих в Иисуса Христа, которые умирали достойно. Цезарь Флавий, который разрушил Иерусалим в 68-м году по Рождеству Христову, правил до 96-го года. С времени 96-го года по Рождеству Христову до 192-го года сменилось пять Цезарей. В течение всего этого времени у верующих было очень внимательное отношение к учению Библии. Когда апостол Иоанн принял откровение от Иисуса Христа в 96-м году, это стало уникальным периодом в истории христианства. Весь этот период с 96-го по 192-й год по Рождеству Христову был периодом капитализма. На протяжении всего этого времени был чрезвычайный экономический успех, потому что средний класс платил налоги, не был чрезмерно обременен налогами. В то время социализм не стоял у власти. Отец распустил на своем Иисуса Аминь.